Сегодня на протяжении дня журналисты ТВ5 будут следить за ходом выборов не только в Запорожье. Наши сапкоры работают в Бердянске и Мелитополе. Каждые два часа они будут выходить с нами на связь с самой актуальной информацией. Как проходит день выборов в Мелитополе, расскажет Оксана Якименко. Здравствуй, еще раз Оксана. Как голосуют мелитопольцы? Здравствуй, Елена. Только что мы приехали из одного избирательного участка, который находится в школе номер 8. Там, по словам очевидцев, была попытка запугивания избирателей. Семья, приехавшая проголосовать, неизвестные пробили машину. А двум водителям легкового автомобиля и маршрутного такси эти же неизвестные люди прокололи колеса и скрылись с места преступления. Правоохранительные органы уже отреагировали на это нарушение, но от комментариев пока что отказались. Всех 67 избирательных участков в Мелитополе были открыты вовремя и без задержек. По прогнозам главы горизбиркома Дмитрия Колесника, явка избирателей будет ниже по сравнению с первым туром. На улицах города есть сетилайт из фамилии одного из кандидатов на пост городского головы Мелитополя. Представители партии считают это нарушение закона о выборах и уже обратились в правоохранительные органы. Я прошу прямую речь. Эта рекламная продукция присутствует, присутствует его изображение на этой рекламной продукции, присутствует его реклама как секретаря городского совета. Это нарушение права второго участника избирательного процесса, потому что в рекламе остался только один участник.